Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о безопасности наших детей в летний период. Я уверена, что уже совсем скоро наступят настоящие теплые дни. И многие из нас вместе с детьми отправятся на природу, в лес, на дачу или в деревню. Поэтому особое внимание хотелось бы уделить проблемам, которые чаще всего возникают у наших детей летом. Это детский травматизм, укусы животных и насекомых, острые кишечные инфекции. Итак, детский травматизм, то есть внезапно возникшее повреждение, вызванное внешним воздействием. Чаще всего летом мы встречаемся с ушибами и ранами. При ушибах не нарушается целостность кожных покровов. А чаще всего они возникают при ударе от тупой предмет или поверхности. Рана – это механическое повреждение тканей и органов, сопровождающиеся нарушением их целостности. Чаще всего возникают при падениях. Признаки – это кровотечение, зияние и боль. При ушибах в первую очередь необходимо обеспечить покой ребенку и поврежденному месту. Нужно поговорить с ребенком, успокоить его, приложить холод к поврежденному участку. Это снизит боль и уменьшит отек. Если пострадала рука или нога, нужно создать ей приподнятое положение. Ни в коем случае нельзя массировать или растирать поврежденный участок. Очень важно всегда контролировать состояние ребенка. И при ухудшении этого состояния обязательно обратиться за медицинской помощью. При поверхностных ранах первую помощь можно оказывать самому. Рану нужно промыть 3% раствором перекиси водорода, а кожу вокруг обработать антисептиком. Наложить стерильную повязку. Если есть кровотечение, можно наложить давящую повязку. Для этого нежелательно использовать вату, а лучше всего пользоваться марлевыми салфетками и бинтом. Летом, после падения с велосипедов и роликов, очень часто возникают переломы. Это нарушение анатомической целостности кожи, сопровождающейся повреждением окружающих кость мягких тканей и нарушением функции поврежденной конечности. Переломы бывают как открытые, так и закрытые. Закрытые переломы характеризуются болью в месте травмы, отечностью и деформацию конечности. Движение при этом ограничено, может быть патологическая подвижность. При открытых переломах к этим симптомам добавляется наличие раны и кровотечения. При оказании неотложной помощи обязательно нужно вызвать скорую помощь. Ребенка нужно уложить и постараться успокоить. К месту травмы желательно приложить лед. Если же вам предстоит транспортировать ребенка в медицинское учреждение самостоятельно, необходимо провести иммобилизацию, то есть обездвиживание конечности. При этом нужно следовать четырем основным правилам. Фиксация травмированной конечности осуществляется в том положении, в котором она находится. Для фиксации можно воспользоваться подручными средствами. Это палки, рейки, доски, которые находятся рядом с вами. Шину нужно приложить к конечности и зафиксировать ее так, чтобы обездвижить ближайшие два сустава с обеих сторон под травмы. Если перелом открытый, шину к нему ни в коем случае нельзя прикладывать. Еще одна сезонная травматическая реакция организма – это солнечный ожог. Под действием ультрафиолитовых лучей погибают клетки кожи, высвобождая особые вещества – медиаторы воспаления. Они вызывают гиперемию, зуд и даже отслойку верхнего слоя кожи, часто с образованием пузырей. Симптомы солнечного ожога проявляются чаще всего спустя 8-12 часов после облучения, а своего пика достигают к исходу первых суток. Краснеют участки тела, подвергшиеся воздействию ультрафиолета. Зачастую видна граница ожога. Кожа слегка отечна, болезненна, на ней могут появиться небольшие пузыри. Ребенок при этом становится очень беспокойным. Он жалуется на головную боль, на зуд и сильную боль в месте ожога. Солнечные ожоги очень часто сочетаются с тепловым или солнечным ударом. При этом у ребенка поднимается температура тела, беспокоит сильная головная боль. Может возникнуть наштота и рвота. Появляется учащенное сердцебиение и аритмичное дыхание. Как не допустить солнечных ожогов? Планируйте прогулки летом с ребенком на утреннее и вечернее время. А в полдень укрывайтесь в помещении. Выбирайте свободную одежду из натуральных тканей, лучше из хлопка. И эта одежда обязательно должна прикрывать руки и ноги ребенка. Это намного предпочтительнее, чем носить шорты и майку. Обязательно используйте головные уборы. Панамы с широкими полями очки защитят вашего ребенка от ультрафиолета и ожогов лица и глаз. Для детей выпускаются специальные кремы с высокими факторами защиты от ультрафиолета. Ими можно пользоваться даже с 6 месяцев жизни. Ну а если все же произошел тепловой удар, ребенка необходимо перенести в тень. Успокоить. Облегчить боль можно с помощью прохладных компрессов. Очень важно часто поить ребенка прохладной кипяченой водой или бутилированной водой без газа. Необходимо обратиться к врачу. Либо вызвать врача на дом. Как я уже сказала, летом детей очень часто вывозят на дачу или в деревню. И там их может встретиться следующая опасность. Это укусы животных. Животные, как правило, не нападают на людей сами по себе. А происходит это тогда, когда их спровоцировали. Либо они больны бешенством. Бешенство – это острое инфекционное заболевание, возникающее после укуса зараженного животного и протекающее с тяжелым поражением нервной системы вплоть до смерти. Острые зубы животных наносят резанные раны. И микробы, находящиеся во рту, со слюной проникают глубоко в ткани человеческого тела. Особенно опасны укусы в шею, голову и кисти рук. Для профилактики бешенства обязательно необходимо оказать первую помощь на месте. Рану нужно промыть водой с хозяйственным мылом в течение 15 минут. В дальнейшем ее нужно обработать 3% перекисью водорода. Края раны обрабатываются 70% раствором спирта или 5% спиртовым раствором йода. На рану накладывают стерильную повязку. При укусах животных обязательно нужно обратиться за медицинской помощью в травматологический пункт детской городской больницы. Там ему окажут антирабическую помощь, которая включает в себя местную обработку ран и место слюнения, введение вакцины, а при показаниях введение антирабического иммуноглобулина. Уважаемые родители, я обращаю ваше внимание, что бешенство – это смертельно опасное заболевание, и его можно предупредить только введением в кратчайшие сроки антирабических приливок. Вакцина не дает осложнений и вырабатывает высокий уровень иммунитета, а вакцинацию проводят бесплатно. Укусы насекомых могут вызывать не только покраснение кожи в месте укуса и неприятный зуд, но и выраженные аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока. Чаще всего местами укусов являются открытые участки тела. Это голова, шея, руки и ноги. Важно знать, что большинство профилактических мероприятий довольно просты и основаны на здравом смысле. Если вы отправляетесь вместе с детьми отдыхать на природу, не рекомендуется одевать одежду ярких расцветок, пользоваться духами и другими пахнущими косметическими средствами. Не нужно посещать мест, где обитают жалющее насекомое. Но и обязательно нужно использовать детские защитные средства – репелленты. Для снятия болезненности из зуда можно использовать аптечку из подручных средств. К месту укуса можно приложить обычный лед, который действует как местная анестезия и снимает припухлость. Хорошо помогают содовые примочки или слабый уксусный раствор. Отличным средством при укусах комаров и мушек считается масло чайного дерева, которое борется с отеком и зудом. Ну а если же у ребенка появились более сильные аллергические реакции, то обязательно нужно обратиться к врачу. Отдыхая на природе, всегда используйте все мирозащиты от укусов клещей. Используя специальные детские репелленты, смотрите инструкцию. И выбирайте эти репелленты в соответствии с возрастом вашего ребенка. Отдыхая на природе, всегда одевайтесь так, чтобы клещ не смог попасть на незащищенный участок кожи. Если же присасывание все же произошло, клеща необходимо срочно удалить. И лучше, если это сделает медицинский работник. Обращаю ваше внимание, что после излечения клеща необходимо сдать в лабораторию в течение первых суток. И исследовать наинфицированность боррелями и вирусами клещевого энцефалита. Специалисты отмечают, что в основном клещи на нашей территории инфицированы боррелиозом. А профилактику данного заболевания нужно начинать в течение первых 72 часов после укусов. Для оказания первой помощи обязательно обратитесь в травматологический пункт детской городской больницы. Но и в заключении поговорим о болезни грязных рук. Это острые кишечные инфекции. Это группа заболеваний и пищевых отравлений микробной этиологии, сопровождающихся диарейным синдромом. Возбудителем являются бактерии, вирусы и простейшие, такие как кишечная палочка, ротовирус, энтеровирус и прочие. Чтобы произошло заражение, должен быть источник заболевания и пути передачи. Источником чаще всего является больной человек или животный, а путями передачи – контактно-бытовой, пищевой и водный. Кишечная инфекция живет в воде, особенно в водоенах, которые не предназначены для купания, на грязных руках, в пищевых продуктах, особенно молочных, на немытых фруктах, овощах, ягодах, ну и на лапках мох. Заболевания характеризуются следующими симптомами – боли в животе, вздутие, урчание живота, часто бывает обильный водянистый стул, тошнота, рвота, отрыжка и изжога. Кроме этого, возможно повышение температуры тела, головная боль, кожный осыпь, сухость кожных покровов и слезистых, жажда. При возникновении данных симптомов необходимо срочно обратиться к врачу для решения вопроса о дальнейшем лечении и госпитализации. Если ребенок оставлен дома, его необходимо изолировать. У него обязательно должны быть индивидуальные предметы личной гигиены и посуда. Обязательно нужно обеспечить необходимый питьевой режим и выполнять все назначения врача. При этом ни в коем случае нельзя применять болеутоляющие и вяжущие лекарственные препараты, а также гомеопатические средства. Ну а профилактика данного заболевания заключается в выполнении простых правил. Соблюдать правила личной гигиены, мыть руки с мылом, употреблять только кипяченую и бутилированную воду, мыть овощи и фрукты. Соблюдать правила гигиены при приготовлении горячих и холодных блюд, контролировать сроки годности и условия хранения продуктов, особенно те, которые относятся к скоропортищам. Поддерживать чистоту в доме, ну и конечно же бороться с насекомыми, переносчиками инфекции. Уважаемые родители, дорогие зрители, спасибо вам за внимание. Я желаю здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин